Я начну потихонечку отвечать на вопросы. Катя спрашивает, бытовое использование канала в жизни. Как можно использовать каналы в обычной жизни с бытовыми ситуациями, не для исцеления? Потому что действительно у нас есть огромный блок по целительству. И как же использовать не для исцеления? На самом деле мы частоты используем 24 часа в сутки. Когда вы осваиваете метод, вы осваиваете состояние поточности. То есть вы потоки. Вы даже сейчас, кто не имеет посвящения в космоэнергетику, мы находимся сейчас в общем поле, и на всех вас открыта энергия. Она открыта уже достаточно давно. Может быть некоторые из вас даже слышали эту энергию. И вы, возможно, даже у некоторых поэтому немножко болела голова или была сонливость. Потому что поле, оно уже начало работу за много часов до того, как мы встретились. И на каждого из вас идет космический поток. Вот я, допустим, даже немного чувствую космический поток, хотя у меня в комнате достаточно тепло. У меня здесь такой эффект прохлады. То есть я нахожусь в потоке. И вы можете сейчас сделать вдох-выдох, закрыть глаза и вот этот поток прочувствовать. Потом мы его еще усилим на сеансе. И напишите, почувствовали вы поток? Почувствовали вы присутствие энергии космоса? Потому что космическая энергия, она немножко всегда такая прохладная, как ментол. А внутри может быть жар. Может быть жар и такое даже распирание. Просто вот чувствуете ли вы поток? Чувствуете? Отлично, Катя. Спасибо. Чувствовали. Ну, я думаю, что вы чувствуете, да? Чувствуете. Ага, большой поток в районе лотоса. Отлично. Антонина, я сейчас на работе с людьми. Отстал совсем. Раньше у меня горели только ладони, а сейчас все тело горит. Чувствую много энергии, но отдать ее некому. Как действовать в этом случае? Сейчас отвечу. Наверное, нет. Хотя с учетом моей работы я постоянно в потоке. Да, Евгения. Хорошо. Потому что мы всегда в потоке находимся. Просто в космоэнергетике мы можем различать эти потоки. Мы всегда находимся в энергии. И нам всегда есть кому отдать. Вокруг нас есть прекрасный мир, который нуждается в нашей чистоте, в нашей любви, в нашей мудрости, в наших страданий. Те люди, которые проходят мимо, они могут быть и незнакомы, и не смотрящие на вас, ваши глаза. Но вы можете увидеть их сердцем. И энергию нужно раздавать. Потому что если вы копите энергию и не делитесь ей, она будет потом вас разрушать. Поэтому нужно брать энергию и раздавать. Если нет конкретного человека, который бы обратился к вам за помощью, вы просто делитесь этим с миром. Делитесь с небом, солнцем, луной. Отдавайте. Просто чувствуйте, что вы постоянно обновлены. Вы постоянно обновлены. И в любви к людям. Просто любите людей. Думаю, Катя, я знаю, что ты работаешь действительно с людьми. У тебя большой поток клиентов. Есть, который не связан с исцелением. Но ты можешь их исцелять на тонком плане. Давай им вот этот поток милосердия. Потому что у людей очень много страхов. У людей очень много боли. Очень много подавленной агрессии. Поэтому, естественно, мы должны делиться. Просто вот отдавать. Все время отдавать. Так, Лиза, когда закрываю глаза, всегда чувствую с открытыми не всегда. Но это практика. Это умение просто слышать. И как раз вот к вопросу, как мы можем использовать каналы. Это неважно, как мы называем каналы, частоты, энергия. Потому что, в принципе, это об одном и том же. Можно так и так называть космочастоты, космоканалы. Вот. То есть вы делаете простые вещи. Вы всегда находитесь в потоке. Вы можете использовать в любых бытовых ситуациях. Когда вы умываетесь, вы можете умываться энергией и омолаживать свое лицо. Для женщин очень хорошо. У нас есть частота там в синрах. Вы готовите обед. Вы вкладываете туда частоту любви, анаэль. Вы едете в машине. Вы открываете себе зеленый свет. Там у нас есть частота такая в магическом блоке. Вы общаетесь с человеком. Вы гармонизируете пространство. То есть вы энергии от себя никогда не отпускаете. Вы всегда живете в потоке. Всегда. Вы просто используете разные частоты для разных ситуаций. Вот и все. Не надо думать о каких-то суперглобальных каких-то вещах, когда я только тогда открываю энергии, когда мне надо реально что-то изменить, исправить, исцелить. Нет. Энергия 24 часа. Даже когда я сплю, когда я ем, когда я моюсь в душе, принимаю душ, когда я разговариваю. Да даже тогда, когда я иду там... Не знаю, куда. На Луговую. Вот я завтра пойду. Оксана пишет, мне интересно, как исцеляли святые. Я ездила по святым местам и рассказывали, как исцеляли люди от спида, рака, диабета. Диабет, причем быстро. Как это они делали? Они же не посвящались космоэнергетикой. Кучу каналов их разных. А молитвы быстро помолился и все. Ну, на самом деле, не быстро, не все. Они накопили в себе энергию света Бога. Святые. И чтобы стать святым, это надо пройти очень много жизней, чистоты, в святости. В святости пройти. И они накопили эту энергию света. Да, они не посвящались космоэнергетику, потому что они прожили много лет жизни, может быть, тысячи жизней в том, чтобы прикоснуться к тому, что они постигли в этой жизни, к святости. И поэтому, прикладывая, когда святой прикладывает руку, он отдает частицу той энергии, которую он накопил. Амрита, эликсир жизни. И он отдает эту энергию жизни и снимает на самом деле не болезнь. Болезни, как таковых, нет. У любой болезни есть духовная причина. И он снимает эту духовную изначальную причину, потому что у него сознание расширено. Он видит. Он никогда не скажет, может быть, человеку, и святые вообще мало говорят. Они, кстати, мало исцеляют, потому что они понимают процесс необходимости для человека определенного страдания. Но это уже другая тема. И поэтому они накопили в себе. И поэтому делятся. И поэтому быстрый результат. А мы говорим об инструментах, которые нам даны для быстрого прозревания. Для того, чтобы еще один миллион жизней не ходить на этой земле, не перевоплощаться и не накапливать вот этот вот. Мы все равно все к этому придем. Каждая душа к этому придет. Каждая душа придет в этом состоянии, потому что в этом и задача этой игры, которую мы играем на этой планете. Но сколько нужно воплощений. Поэтому и дается большое количество инструментов, чтобы человек взял и, наконец-то, прозрел, поменял свою чистоту, наполнился светом и смог трансформировать то, что его держит в ограничениях. Так как сама система так устроена, я хочу вам сегодня показать, сама система так устроена, она не заинтересована на самом деле в том, чтобы человек прозревал. Но у нас, у каждого, там есть вот эта искра. Именно она помнит о том, какими мы можем быть. Именно она нас ведет. Именно она нас вдохновляет. Потому что сама система не заинтересована, чтобы вы пробудились. Но при этом есть инструменты. И при этом есть возможность у каждого в этот период, новой эры, нового времени, высвободить то, что вас столько миллионов лет держало в горизонте. И высвободить энергию вертикально. Да, вот Катя пишет, что она часто открывает Абсолют, и она ей отлично. Поэтому мы используем частоты во всех. Вот как раз, Оксана, твой вопрос. Ты вот пишешь, что про святых, ты очень часто бываешь в церкви. Вот. Когда я читаю молитвы, хожу в церковь, понимаю, что общаюсь напрямую с Богом. А когда открываю частоты, у меня нет ощущения, что я общаюсь с Богом. У меня ощущение, что я с какими-то сущностями, духами общаюсь. Страх подключается к кому-то, в нижний астрал. Так. Например, я называю Ферас или Анаэль. Эти слова, имена. Не знаю, что значит. То есть, сомневается, ну, если коротко, да, что как будто идет в обход к Богу. Не напрямую к Богу, а через какие-то энергии, да. И начинаю сомневаться в силе Бога. Какую-то частоту ставлю выше Бога. То есть, на самом деле, ни в коем случае мы частоты не ставим выше Бога. Ну, давайте я вам нарисую схему. Дело в том, что, вот смотрите, если, конечно, будет вам видно, постараюсь, чтобы вам было видно. У нас есть определенный мир восприятия. И это мир восприятия форм. И у нас очень много... Представьте, что этот мир восприятия форм наделен миллионом, миллиардом программ, которые запирают вас в границы собственного Я. И вы здесь маленькая точечка. И вот этот мир... Я не знаю, видно вам. Если не видно, то, может быть, какой-то... Я возьму другой фломастер. Мы попадаем в границы восприятия. Вы просто образная. Я хочу... Эта схема, она образная. Она образная, чтобы вы просто поняли. Вы, мы, я точно так же, абсолютно наделены определенным количеством бесконечных программ, бесконечного нашего подсознания, в котором есть прошлые жизни, есть генетические программы, есть знания нашей звёздной души, социум, да, который наделяет нас бесконечными программами, клише, шаблонами, кодами, из которых мы не можем вырваться. Потому что мы себя отождествляем с телом, мы себя отождествляем с личностью, мы себя отождествляем с именем, возрастом, с характеристиками, с привычками, с желаниями, с потребностями. И вот почему мы не можем вырваться, так скажем, за пределы страдания? Да потому что мы все верим в то, чем мы являемся. Мы верим бесконечно в то, что есть неисцелимые болезни, мы в это верим. Ну не мы, вот вообще человек там, что без денег выжить там невозможно, что диабет неисцелим, что чтобы заработать много денег, надо много работать, или родиться в богатой семье, или там, ну в общем, очень много шаблонов, очень много страхов за будущее, очень много переживаний, разочарований, догм и так далее. То есть мы состоим в этом. И вся система, вся система во внешнем мире, нам это постоянно подтверждает и хочет еще при этом усугубить. и внешняя система, она так работает, но внешний мир, сколько людей рядом с вами счастливых, сколько людей рядом с вами практикующих, сколько людей рядом с вами свободных от социальной жизни. Просто подумайте, почему-то и людей свободных, просветленных, чистых, очень мало, потому что система так построена. Изначально, когда человек рождается, когда человек рождается, его вводят в эту систему и насильно, так скажем, дают ему определенные знания, которые он впитывает, и потом в течение жизни пытается от этого освободиться. То есть мы полжизни набираем, травмы, боль, а потом полжизни это разгребаем. Ну, если разгребаем, а если не разгребаем, то страдаем, человек страдает. И человек постоянно ходит внутри, вот поэтому колесо сансары, назовем это просто вот, ну, бесконечность. Вот это колесо сансары, если вот круг, сделать его легко очень, сделать восьмерку. И мы здесь пребываем, нам вообще отсюда не вырваться. Но Бог существует вне зла. Да, конечно, он здесь тоже существует, но мы за счет этих программ знаем о том, что Бог существует, но не чувствуем его, не слышим его, не... Ну, я в общем сейчас не про каждого из вас. Человек не идет сто процентов за этой энергией чистого абсолюта. Он вне этого зла. Понимаете? Но у нас есть внутри нас искра, которая говорит о том, что мы тоже можем быть вне этого зла. И мы раз от раза вспоминаем о Боге, начинаем устремляться, начинаем молиться раз от раза. То есть нас с детства этому никто не учит. Да, у нас есть религии, но многие религии, ну, практически все религии не ведут к освобождению. Они ведут к пониманию. И на многих этапах жизни церковь необходима, просто необходима. Но в полноте своей, даже в самой церкви, очень много догм и очень много ритуальности и ограничений. Хотя я не против. Я за молитвы и сама учу своих людей молиться и делаю паломнические поездки, чтобы вы просто понимали, да. И мы внутри знаем о том, что у нас есть, ну, давайте какой-нибудь если дам другой цвет, то у нас вот эта искра Божья, она есть. Даже среди вот этих программ. Но из этих программ, из этих программ, когда мы, допустим, ну, не знаю, вот на такой частоте звучим, а Бог звучит на частоте вот. У него чистая частота. Там вообще просто полный абсолют чистота. А мы звучим на такой частоте. И мы начинаем обращаться, допустим, к Богу. Вот мы обращаемся к Богу. Он вообще не распознает эту частоту. Он ее даже не услышит. Хотя искра есть, понимание есть, знание есть. И поэтому существуют проводники там, допустим. Ну, если церковь, это служители церкви. Есть святые, есть гуру, есть проводники. Если информационно, допустим, есть масса инструментов высокой вибрации. Есть знания тоже, да. Вот мы, допустим, что почему-то он научится. Мы же обращаемся к человеку с определенными знаниями. И он нам их передает. Мы не тратим на это колоссальное количество времени, потому что нам человек может передать. Ну, даже те же учителя, обычные там в институте, в вузе. То есть они накопили определенный опыт и передают. То есть мы всегда обращаемся к проводнику. Точно так же мы обращаемся к Богу через духовников, через гуру, через святых. И точно так же, допустим, через людей высокой вибрации. Но если вот я говорю про себя, да, то есть моя задача жизни быть высокой вибрацией. Конечно, я не счет далеко мне, да, гуру там и святого. Я это понимаю, да. И поэтому все делаю в этой жизни, чтобы в следующих жизнях набрать эту энергию святости еще больше, да. То есть эволюция души и развитие высшего я. И поэтому я, у меня высокая вибрация. Я использую инструмент, инструмент, который максимально, максимально звучит, ну, может быть, не на такой, но там вот в такой частоте, там, да. Но, по крайней мере, не в этих вот мыслях грубых. То есть мы постепенно, когда поднимаемся в практике, у нас эта энергия становится более чистой. Понимаете? И мы тогда эту восьмерку сансары мы переворачиваем. Мы из горизонтальных нужд, вот горизонтальные нужды, это, там, здоровье, деньги, там, работа, наличие детей, хорошее отношение с мужем. Это все горизонт. Это энергия, когда мы тратим в горизонте. То есть мы заполняем свои горизонтальные социальные задачи. И нам социум при этом и говорит, что ты пришел на эту жизнь, ты должен работать, работать, работать. Вот. Мы переворачиваем, и восьмерка у нас уже в этом становится вертикальнее. Да, мы проживаем эту жизнь здесь, но мы уже совершенно по-другому соединены с потоком высшей энергии. И поэтому я за инструменты практики, поэтому я очень много что повидала в этой жизни. Поэтому я за практики. И я не говорю, что космоэнергетика это панацея. Я ее передаю, потому что она мне помогла. Да? Вы можете найти другую практику, которая будет поднимать вам вибрацию, которая будет поднимать вам ваше знание. Потому что Бог, вы помните, самое важное, Бог есть энергия. И когда мы постигаем энергию и духовную энергию, то нам легче соединиться с высшим. Сейчас выключим звук. Екатерина, у тебя звук включается. Нет, извините, Евгения выключим. Будьте внимательны со звуком. То есть, когда мы познаем энергию, когда мы познаем энергию и умеем выходить из внешнего поля в центр, потому что только там, в центре, где мы постигаем Бога. Мы постигаем Бога в центре, внутри себя. Он не находится здесь, потому что искра, которая знает о Боге, она внутри, и нам нужно соединить ее с высшим божественным. И тогда мы можем раскрыться и освободиться от вот этого вот бесконечно. Очень такая тема, но вы ее сами запросили. по ней можно отдельный вебинар вообще сделать, обучение. Сейчас про космо, да? А вот Оля пишет, Оксана, если хочешь какой-то комментарий оставить, оставь, можем потом еще про это поговорить. Тем более вот Оксана задает этот вопрос, да, что как будто она переживает. Тут еще личностные моменты, конечно, работают. Отсутствие доверия, отсутствие доверия, в принципе, миру, потому что все есть проявление Бога, и Бог дает нам колоссальные возможности, надо просто их интуитивно считывать. Но опять же, я никого не призываю, если вы чувствуете, что вам на данный момент это не подходит, то, естественно, делайте так, как вам нравится, как вам чувствуется, как вам хочется, и в этом тоже ведь есть свобода выбора. Вот как хотите, так, главное, чтобы было хорошо. Если вам нравится ходить в церковь, читать молитву, делайте это, делайте, делайте это с полной отдачей, с полной отдачей, то есть служите Богу, и пребывайте в молитве 24 часа, и осознавайте, что, будьте честны и искренни с самим собой, это самое главное. Так, Оля спрашивает, расскажите про самодисциплину духовной практики, про свой опыт трансформации практики с годами. Надо ли четко устанавливать себе правила по количеству и длительности практики, или надо действовать больше в любви, искать более тонкую мотивацию в стремлении к высшему? и как поддерживать внутри огонь мотивации? Ну, во-первых, когда мы делаем одно и то же, действительно, ум, он такой рутинный. Ага, сейчас Оксана отвечу. Вот, и могу сказать про себя. Когда я начинала, когда я начинала, мне было сложно, как многим из вас иметь дисциплину, там, сначала это была медитация, потом это был сеанс, и каждый день практиковать утром и вечером, как это советует учитель, очень сложно. И, опять же, про этот круг, вы должны помнить, этот круг, он не дает. Почему? Потому что тебя постоянно что-то отвлекает. Ты постоянно куда-то бежишь, ты постоянно, ты только встаешь в сеанс, у тебя сразу куча дел в твоей голове, надо идти, надо бежать, надо делать, нужно позвонить, нужно сходить, что ты тут делаешь, все равно ничего ты не получаешь, иди, беги, делай. Тем более, вот, есть разные психотипы, у меня, допустим, очень активные, очень активные, я вообще деятельный человек, я никогда не сижу, я никогда не там, не отдыхаю, можно сказать, днем, я все время что-то делаю, даже сейчас. Вот. Но при этом могу просто передать, вот как Оля говорит, опыт, оно приходит постепенно. То есть, сначала я себя где-то, да, может быть, даже мотивировала тем, что надо, надо, надо. И сначала, может быть, ничего особо не чувствовала, ничего особо не понимала, но вот надо. И очень важно здесь, быть в кругу единомышленников, это очень важно. Так как единомышленники, тебя не поддержит никто, и как твой учитель. Мне, слава Богу, повезло, я была все время рядом со своим учителем, где-то немножко даже побаивалась ее, потому что была достаточно у нас грозная женщина, но с большим любящим сердцем. Я понимаю, что она так поступала только для того, чтобы нам было лучше, что она где-то нас могла даже поругать, когда мы не практиковали, когда мы съезжали в энергиях, когда мы теряли поток и так далее. То есть, и очень важно находиться с единомышленниками, и опять же, задавать себе осознанные вопросы, что я делаю в данный момент, и продвигает ли меня это к моей духовной эволюции, продвигает ли это мою душу, продвигает ли это мое высшее я, из какого я иду, из ложного или из истинного. И это все постигается с практиками. И могу сказать честно, я тоже сначала, мне было тяжело, очень тяжело, достаточно долго было тяжело, и осознанно у меня вот как раз в 15-м году, ну вообще в 14-м у меня включилось процесс осознавания очень сильный, и даже может чуть раньше я поняла ответственность. Ответственность в принципе даже не за то, что я работаю с людьми, а в принципе то, что я излучаю. Меня просто это вот, то есть не зашло на меня, какую энергия из меня исходит. И я поняла, что я не имею права звучать низко. Не для людей даже, для мира, для всего человечества, можно сказать, для мира. И когда уже стала работать с людьми, тогда тем более поняла, что я не имею права. Да, сначала с этого началось. На сегодняшний день, вы не поверите, у меня когда высвобождается свободное время, я сразу иду в практику. Сразу. И я вообще из нее не выхожу. Я даже сейчас с вами разговариваю, я нахожусь в потоке. Я не выхожу из энергии. Я все время осознаю, проживаю. И при этом, это такое состояние, оно совершенно другое, нежели тогда, когда ты идешь от ума. Ты идешь от своего сердца, от своей души. Да, и ты действительно идешь к высшей цели, служения. и чтобы каждый из вас почувствовал это. То есть я отдаю каждому из вас эту энергию. Я делюсь каждым из вас даже тем, что рассказываю свой опыт. Потому что люди, когда делятся своим опытом, они отдают частичку этого опыта тем, кто его слушает. Особенно опыта духовного роста, повышения своих вибрационных уровней расширения и так далее.